Всем привет! Сегодня поговорим о неком таком небольшом наборе масляных красок. В частности, это масляные краски мастер-класс. Вопрос о том, как работать небольшим количеством цветов, частенько витает в воздухе. И, наверное, есть такой момент, что когда цветов больше, то, наверное, работать легче. Ну или понятнее как-то. Но это не совсем так. В этом видео я не буду касаться вопросов, как работать маслом, какие кисти нужны, о холстах, о палитрах. Ничего этого не будет. И если будет, то чуть-чуть. А в остальном мы попробуем посмотреть, что может набор. И можем ли мы из него вымешивать много цветов. Я заранее подготовил холст таким своеобразным образом. Я часть его загрунтовал черным грунтом Малевич. Просто ради интереса, можно сказать. Еще две зоны я покрыл акрилом, тоже Малевич. Почему акрилом? Потому что он быстро сохнет и хотелось создать две заклированных зоны. Особо за этой мыслью прямо такой нет. Просто ради интереса. Итак, друзья, пойдем, попишем маслом. Белила титановые. Черная это сажа газовая. Изумрудная условно зеленая. Она так и называется просто, изумрудная. Синий у нас это ультрамалерин светлый. Красный это краплак красный прочный. И желтенький, желтенький кадмий, желтый светлый. Самое главное, что нужно понять из этого видео, что мы можем цвета вымешивать. Добавляя черный в желтый, мы можем получать зеленоватые оттенки. Добавляя в зеленый тот же краплак, мы можем получать коричневатые. Добавляя в это коричневатые, чуть черного, получим темно-коричневатые. Ну и так далее. То есть, главное добавлять по чуть-чуть и хорошо вымешивать. Любой полученный цвет мы можем высветлить. И высветляя в той или иной степени, это всегда новый оттенок. Также белый с черным дают серый. Это все знают. Соответственно, больше черного, серый темнее будет. Больше белого, серый будет светлее. Но самое интересное, что мы можем в этот серый добавлять еще и другие цвета немножко. То есть, мы можем получать всякие сложные цвета совершенно простым образом. Которые не будут насыщены по пигменту. Но все еще могут в определенных зонах работы очень хорошо смотреться. В этом наборе роль красного выполняет краплак. И он, в принципе, холодноватый. Разбели его, мы можем получать как минимум холодное розовое. Выдавливаю ультрамарин, выдавливаю изумрудную. И добавляя изумрудную в ультрамарин, можно получать такие смеси. Ну, назовем это морские цвета. В темном виде это не совсем считается. Но если разбелить, то цвет начнет проявляться. То есть, допустим, тот же самый чистый ультрамарин и ультрамарин с изумрудной зеленой. Уже это два разных цвета. Смешивая ультрамарин с краплаком, мы можем получать, назовем это, скажем так, лиловые оттенки и фиолетовые оттенки. Хотя это плюс-минус все еще тот же самый фиолетовый. Только в одной ситуации в этой смеси краплака больше, а в другой ситуации краплака меньше. И когда его меньше, получается такой более синий, фиолетовый. Из этого набора зеленый можно получить не только смешивая желтый с черным, но и, соответственно, изумрудный с желтым. Ультрамарин с желтым. И в этот полученный зеленый также можно добавлять краплак. Будет более коричневый цвет уходить. Так или иначе, получается, что из шести тюбиков, опять же, вариантов развития событий цветовых столь много, что перечислить их все просто невозможно. Вот здесь льняное рафинированное масло отбеленное, малевичевское. Вот здесь я налью спирт, в котором я буду полоскать кисти. Который, кстати, вот сейчас даже особо-то и не пахнет. Может быть, принюхался уже. И, собственно, четыре цвета. И салфеточка, синтетическая обычная салфеточка полотенца, которой можно протирать кисть. Итак, посмешиваем цвета, посмотрим, что тут может быть. Потому что, допустим, если я скажу, что красный с черным дает коричневый зачастую, то, вот, к примеру, крапла красный с черным не особо-то и дает коричневый, а уходит в некий, я бы даже сказал, холодноватый. Поэтому фиолетово-холодноватый. Такой серо-фиолетово-холодноватый. Это я к чему говорю, что одни и те же цвета, допустим, ну, мы можем говорить, желтый с черным дает зеленый. Или там желтый с синим дает зеленый. Так вот, это не факт. Это зависит, какой желтый, какой это пигмент и какой производитель. Вот это тоже нужно учитывать. То есть, есть как бы номинальное знание о чем-то отцвете, а есть фактическое. То есть, эти моменты нужно просто изучить, где какой цвет дает какую смесь. Тем временем, хотелось бы получить такой коричневый. Попробовать, вот, получится он или нет. Потому что я эти краски никак не испытывал, не проверял, ничего. То есть, вот, купил и прямо вот в прямом эфире все это смотрим. Вот, хочу получить темно-коричневый, чтобы сделать предварительный рисунок под первый этюд. Вот, через какой я могу вымешать. Ну, это уже ближе к теме, ну, естественно, как бы, желтый с красным, ничего. Черный какой-то глушит, естественно, сажа, она очень черная. Поэтому лучше использовать ее совсем чуть-чуть. Сейчас мы это сотрем дело. Еще раз. Желтый. Немножко. Красненького. Вот он, ну, условно, покричневел, ну, или парень же вел. Можно сказать. Но мне нужен темный тон. Чем я утемню его? Черным получается. Нужно взять чуть-чуть. Добавил. Лишнее уже, ну, с кисти лучше убрать. И можно сразу добавить побольше. Потому что чувствую, что это черное сейчас тут все заглушит. Красного. Перемешиваю. Еще. Перемешиваю. Слегка смочил кисть. Еще. Перемешивать нужно хорошо. Ну, вот уже какой-то кирпичненький такой цвет и появился. Такой. Даже что-то похоже на правду. Некий такой вот коричневый. Да, коричневый. Но хотелось бы темнее. Так, но темнеет. И так, бананы. Наконец-то мы к ним подобрались. Бананы. И... Теперь мы говорим желтый. Да, бананы желтые. Что это значит? Мы что можем взять желтый цвет и покрыть все бананы. Ну, полностью бананы, в смысле, желтым цветом. Нет, не можем. То есть, я беру, вот вообще, видите, какой цвет темный, да? Достаточно темный. И завожу его в тени. Хотя, он не желтый, да? То есть, мы понимаем, что бананы желтые где? Но плюс-минус, когда мы говорим о собственном цвете предмета, есть такое понятие, да? Собственного цвета предмета. То мы ведем, скорее всего, речь о том, как выглядит этот предмет в освещенной зоне. В своей освещенной зоне. Потому что в тени он может там цвет меняться. Чем меньше цвета, он вообще станет серый. И не разбери, какого он там цвета. Поэтому, если мы говорим плюс-минус о свете, который не сильно искажает, как бы, собственность этого предмета, то вот здесь, допустим, банан будет желтых оттенков. Это ближе к истине. И то он там зеленовато-желтый, да? Но все еще желтого больше. Поэтому, когда мы говорим там белое платье, красная машина, это подразумевается, что этот цвет находится в некой, ну, цветовой доминанте. И всего лишь. Но мыслить всерьез, как бы, через желтое о желтых бананах решительно нельзя. И о красной машине тоже. Поэтому, грубо говоря, можно сказать, никаких зеленых трав, синих небес, красных машин не существует. Потому что это тысяча оттенков. Но нам как-то его определить нужно. Мы просто можем сказать, коротко и ясно. Бананы скорее желтые, да, чем нет. Как-то так. Итак, давайте проговорим, что я сделал. Я, в общем-то, ничего особенного не сделал. Что я беру? Вот я не умею писать масло вообще никак. Вымешал какие-то темные тени. Взял плюс-минус чистые желтые. Добавил немножко белил. Стал выделять, что-то делать. Что-то получается. Зачем я должен следить? Вот у меня мазок. Образовался такой крупный, пастозный, да? Вот он является чем? Если я возьму и размажу, да, он размажется как бы. Ну, то есть начну наносить, он начнет смешиваться, там и пойдет такая вот эта абракадабра, что будь здоров. Вот этого бояться не нужно. Но что нужно знать? Как бы просто сразу обращать за толщиной слоя. Я об этом частенько поговорил еще в масляной пастели. Поэтому с этих позиций нужно сразу запомнить, Что если чего, играете со слоем, то на светах спокойно увеличиваете пастозность. А в тенях можно вот сразу бах-бах-бах набрали. И видите, то есть я умышленно поигрываю с этой историей, да? То есть я ее никак не драматизирую, краску. Масло это весьма подвижный материал. Как его оседлать? Это вообще непонятно и так далее, да? То есть, ну, сложно поверить, что оно вроде бы контролируемо, да? То есть есть краска, мы с ней можем работать. Все. Чем? Это уже дело пятое. Но есть всякие люди, которые там, сами знаете, могут любыми местами своего тела. И мы можем писать, соответственно, кистями, можно губкой и так далее. Если это сильно не влияет на технологию, но не ослабляет красочный слой, то почему бы и нет? Потому что такое понимание, как прочность, ну, того, что мы создаем, все еще есть. Но в этом видео я об этом даже говорить не буду, потому что это глубокая тема. И она может создать излишние какие-то нагрузки, которые, особенно для новичков, совершенно не нужны. Что вам нужно знать, если вы первый раз, или там, относительно первый раз, работаете массом, так это то, что просто неспешно на палитре посмешивайте цвета. И обратите внимание на дозу, особенно у темняющих цветов. Вот я черный что-то показывал, да? Что стоит туда шлепнуть и привет. И еще словечко, буквально одно, за основу которой, ну, можно говорить имприматура, можно просто сказать, ну, вы заколировали, как бы, непосредственно основу, на которой будете писать. Это является каким-то таким упрощающим моментом или еще? Да, 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 является на самом деле. Как бы там ни было, многим людям писать сразу на белом холсте сложновато. Они могут этого не осознавать, пока не появится какой-то цвет. И это еще, кстати, сильно заставляет, опять же, где-то высветлять и сразу, ну, чуть-чуть брать погуще. То есть, уже сразу приучать, что на тонких слоях, в теневых зонах можно и тонко нанести, потому что, ну, плюс-минус основа заклирована, она плюс-минус носит темное или относительно темное по тону, то у вас проблем с тенями не возникает. Но если вы ходите на цвета, то вы вольно-невольно на палитрочке начнете вымешивать потолще. И у вас будет уже автоматом приучаться на цветах, если чего потолще. Но на каких цветах? Свет, свету рознь. То есть, передний план света один, средний план света другой. И задний план может быть светло, но тоже выполнен тоще. Вот это тоже нужно понимать, что свет, свету рознь. Вы где-то его, значит, акцентируете. Как правило, это не так уж много зон света на работе. Ну, можно проанализировать, опять же, к примеру, старых мастеров, сколько процентов света реально такого мощного на этой работе. И сколько там среднего, да, посмотреть. И это значительно лучше, наверное, вас даже разовьет или чему-то научит, чем просто сказать, вау, классная работа. В общем, видим, что пускай очень коротко, пускай очень может быть обобщенно, но суть ясна, да, что четыре цвета и мы пишем. То есть, квадрат старых мастеров. О нем можно говорить подробнее и нужно, на самом деле. И там можно нюансы какие-то уже учитывать. Но, в принципе, что мы взяли четыре цвета и написали. Что еще можно сказать об этом? Ну, то, что стоит обращать внимание на оттенки, особенно в светлых участках. К примеру, вот здесь я использовал чуть ли не те же самые цвета, только сильно разбелив. Ну, то есть, вот они с желтизной такой зеленоватой. Тут еще она присутствует. А вот здесь уже ее нету. То есть, как это достигается? А вот очень просто достигается. Допустим, если у нас есть какой-то, ну, цвет, вот мы им работали, потом его разбелили, разбелили, еще больше разбелили, а он все еще один шел. Ну, только белил больше добавляли. Тут, к примеру, вот получили, он такого, как бананового, короче, оттенка. То есть, цвета ближе к банану. А мне хочется, чтобы драпировка была. И вот я добавил чуть-чуть. Вот это чуть-чуть, нужно вообще привыкнуть к нему, не знаю, прям запомнить, что чуть-чуть это важно. И все, я уже изменил оттенок. Изменил и разбелив, я получу все еще светлое нечто. Но по оттенку оно будет отличаться. Оно не будет таким, условно, зеленоватым или желтоватым. Оно будет, возможно, слегка розоватым, грубо говоря. А называть словами цвета совершенно не обязательно. А вот на глаз отличать, это важно. И просто капельку чего-то, и мы уже получаем другой цвет по факту. Хотя рядом они, когда лежат, может казаться и тот светлый, и тот светлый. Но вот это момент, что оттенки важны. Допустим, добавим желтый. В изумрудно-зеленый мы получаем такой яркий, приятный цвет. Такой весьма насыщенный. Итак, буду пробовать, скажем так, вытаскивать какие-то красноватые, розоватые оттенки. Значит, оранжевые некие, потом постараться в розовый, может быть, уйти. Пока синих здесь нет, может быть, книзу попробуем фиолеты добавить. Ну, то есть, добавить синие и посмотрим, какие фиолеты мы можем получать вместе с этим краплаком. Выдавлю синие, я сейчас буду потихоньку уходить, тоже двигаться там. Холодненький. Еще. Смотрим, он слабоукрывистый, похоже. Да, он среднеукрывистый, скажем так. Почему я это понял? Ну, потому что добавляя как раз пигмент внутрь вот этой смеси, он не сильно таки себя в нем проявляет. То есть, он как будто, но нужно его много, и тогда вот он да. А так, потихонечку. Фиолетики. Ну, даже ничего. Конечно, я на самом деле пишу и прекрасно понимаю, что вот этим набором можно выписать все, что угодно, в принципе. Ну, плюс-минус. Если вот такого судьба поставила в рамки, в такие, что вот есть 6 тюбиков и мастер-класс, можно что-то написать, и такое вот прям, чтобы с виду было очень-очень прямо эффектно. Мы прям все говорили, да, можно. Но в данной ситуации мне как бы хотелось бы отобразить момент, что с краской нужно работать, а не думать о том, что сколько там цветов. И просто потихонечку добавляю любой цвет, даже вот добавив чуть-чуть желтого, вымешав что-то, прям капельку, не знаю, в красный, потом еще чуть-чуть желтого. Это каждый раз будут разные цвета. Вот, чем больше какого-то оттенка куда-то поступает, тем больше он меняется. Также можно понимать не только по цвету, но и по светлоте цвета. То есть, если больше белил или неких светлых, потому что помимо белил же есть еще в тюбиках светлые разные краски, которые по тону весьма светлые в принципе уже в тюбике. Так вот, добавляя такие светлые краски, то он будет меняться, то есть светлее. Ну, я думаю, это и так понятно. Камни. Я прямо сейчас на холсте перемешаюсь, простите. Вообще на холсте краски смешивать нежелательно, но максимум, как бы, там, не знаю, первый слой, или это какой-то этюд пленер, и ты уже знаешь, на опыте и такой, там, что-то. Первый слоечек не толстым можно подмешать. Вот, но в целом работа ведется на палитре. Это вот прямо можно как закон вывести, то есть на палитре. Не стоит привыкать смешивать. Ну, иногда можно взять вот эту краску и начать вот здесь вот там смешивать с предыдущей. Ну, иногда первые слои тонкие, даже ничего. Но в целом это делать не стоит. То есть нужно привыкать работать на палитре. Иногда некий цвет может выглядеть, к примеру, казаться синим или зеленым, только потому, что он лежит рядом с каким-то цветом. Вот вывести в какую-то абсолютную закономерность крайне сложно. Это можно только показывать, возможно, какие-то комбинации и ощущения. То есть вот этот цвет на белом, просто отдельной палитре, может выглядеть определенным образом. И мы можем говорить о нем это так. А в сумме, если это сейчас соберется в какую-то картинку, он может им производить, там, не знаю, ощущение, к примеру, синего или какого-то еще. Понимаем, да? Только потому, что рядом лежат другие цвета. Возникает иллюзия. Теперь бережок нужно взять, плюс-минус, ахристый цвет. Это все еще краплак с желтым, но это примерно вот как бананы цвет, примерно. И слегка я добавил прямо чуть-чуть-чуть этого изумрудного зеленого и белил. Как ни странно, да? Изумрудного зеленого. И белил. Белила. Вот видна чистота белила. Сейчас я беру белые, ну, в смысле, чистые белила. И видим, да, до этого казалось это белым. Но стоило нанести почище белый уже. Все, эффект другой. То есть вот так это примерно все работает в относительном моменте. Вот такая история получилась у нас сегодня про краски мастер-класс в количестве шести штук. На самом деле все эти моменты касаются любых малых наборов, любых вообще абсолютно, на которые плюс-минус могут смешиваться между собой. И надеюсь, если вы посмотрели это видео, то у вас как бы полностью закрепилось в вашем сознании тот факт, что зачастую большинство цветов или оттенков этих цветов мы можем получить сами. Самая главная и базовая рекомендация при смесях, ну, получении каких-то оттенков, можно брать даже маленькую кисточку, что вы должны научиться ценить, просто понимать это бесконечно полно, что даже мельчайшая капелька любого и краски меняет оттенок. Но если там это не на море, мы на капельку эту капнули, а хотя бы более-менее на какую-то такую пропорцию, которая сопоставима с этой каплей, то она меняет. И вот это изменение тоже видно. Поначалу люди как бы пишут, весьма у них градации цвета такие скачкообразные. Они сильно отличный друг от друга, как бы, да? Где, может быть, можно и помягче, а там, бам, сразу очень светлый, сразу очень тёмный. Поэтому вообще смешивать краски между собой это полезно. А так, на этом, друзья, у меня всё. Увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok